В Париже убито 8 журналистов. В Южном военном округе призывники, окончившие вуз, смогут сами выбирать место прохождения военной службы. В Краснодаре начинается выдача электронных паспортов. Банки стали реже одобрять кредиты населению. 11 января Меркурий будет видно с земли в ночном небе невооруженным глазом. Об этом рассказывали другие средства массовой информации. Все, что касается событий Крымской района, только в наших главных новостях. Здравствуйте, я Наталья Харламова. Сегодня в нашем первом выпуске. Новогодний подарок. Ключи от квартир. Новоселами стали более полсотни крымчан. Последняя экспедиция в Крымском районе. Кто он? Последний боец 2014-го. Рождественские баталии на ледовом катке. Звезды хоккея в гостях у крымчан. Новый год. В новых квартирах встретили более 60 жителей Крымского района. Долгожданные ключи им вручили под занавес уходящего года. Со счастливыми новоселами знакомились мои коллеги. Поздравляю! Успехов! Здоровья! В стенах социально-культурного центра крымчане принимают поздравления с новосельем. Под занавес уходящего года ключи от новеньких квартир районные власти вручили уже давно выросшим детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. По программе «Дети Кубани» всего за два года в Крымском районе новоселами стали 90 человек. И вот сейчас еще 68 пополнили эти ряды. Выполняя это поручение, эту программу губернатора, при софинансировании местного бюджета в текущем году мы построили для вас 68 квартир. От имени главы района Анатолича Разумеева поздравляю вас с наступающим Новым годом и с этим чудесным событием, с получением жилья. С праздником, друзья! Здоровья! Счастья! Квартиры для детей-сирот построили в новом городском микрорайоне «Надежда». Некоторые туда отправятся сразу же по окончании торжественного мероприятия. Вот и кошка Тихоня ждет своего часа. Ее хозяева, семья Суминых, получили ключи от новенькой квартиры. У Тихони роль главная. Она войдет туда первая, чтобы всем сопутствовала удача, о чем гласит народная примета. Есть такой знак, что если кошка первая в доме пойдет, то тут будет получиться. Мы сейчас хотим поехать и посетить кошку. По старой новой традиции, можно сказать. Ну, еще, может, за сыночками. Надежда Панкова пришла вместе с ребенком. Пока ключи вручали, мысленно представляла, какой будет ее квартира. Говорит, что заранее не думала, чтобы удачу не спугнуть. Будем сначала потихонечку заезжать туда. Все постепенно, наверное, Новый год как встретим, так его и проведем. Ну, сначала уже проведем Новый год, а потом уже будем заезжать в новую квартиру. Так примерно уже все полностью в голове вставило, то, что как будет у меня стоять в комнате. Богдан Кудряшов давно придумал интерьер для своей комнаты и теперь мечтает о глобальном. Я мечтаю красиво заставить, чтобы у меня была семья хорошая, порядочная. И порядочная жена была. В рамках губернаторской программы «Дети Кубани» и «Местные дети Крымского района» продолжается строительство жилья. И уже сейчас готовятся квартиры для тех, кто в них нуждается и стоит на очереди. По порядку предоставления данных квартир все дети-сироты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны встать на очередь. Значит, у нас это происходит в управлении ЖКХ, администрации района. Затем по достижении 18 лет они получают свое жилье. Впереди есть следующий год, программа эта не прекращает свое действие, она продолжает. Поэтому будем строить квартиры и вручать также ключи детям дальше. Праздник новоселам также дарили местные коллективы и солисты. А виновники торжества в свою очередь обещали трудиться на благо своей малой родины, которая дала им уверенность в завтрашнем дне и помогла обрести свой уютный домашний очаг. Мы все пополним ряды счастливчиков, которые удостоены новых квартир в новом доме. И пусть в квартирах этого дома формируются молодые семьи и рождаются счастливые дети. Марина Андрос, Юлия Алберова, Анатолий Мажухин, Радиокомпания «Крымский экран». Когда часы 12 бьют. Новый 2015 год в Крымский район вошел под залпы салютов и фейерверков. По традиции многие крымчане его встречали у главной елки на центральной площади. А вместе с ними и наша съемочная группа. Праздничные гуляния, посвященные Новому году, стартовали вечером 31 декабря в самом центре Крымска. Перед началом праздника, чтобы не замерзнуть, зимней ночью крымчане разогревались на катке. В новогоднюю ночь для гостей был подготовлен грандиозный концерт, лазерное шоу и театрализованная постановка. Все, кто пришел, окунулись и в историю любимого праздника. А сам великий Петр I приглашал народ отмечать и веселиться. Всех приглашаю, развеселия желаю. Будем петь и танцевать. Будет и некому скучать. Гости танцевали, играли, веселились и устраивали нешуточные новогодние бои подушками. Мы начали! Кто там? Так, здорово, 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 здорово. Горячим чаем с вареньем и медом согревались те, кто смотрел на все происходящее со стороны. А самые активные принимали участие в конкурсах, побеждали и получали подарки. На большой сцене для крымчан пели и танцевали творческие коллективы. Развлекала гостей своим выступлением и шоу-группа «Воля». За несколько минут до наступления Нового года всех, кто пришел на главную городскую площадь, поздравил глава Крымского района Анатолий Разумеев. Я хочу поблагодарить вас за терпение, за неравнодушие, за желание и умение трудиться, за любовь и веру. Я желаю вам крепкого здоровья, желаю вам в новом году ярких событий и незабываемых впечатлений. Мира вам, добра и благополучия. С новым 2015 годом! После поздравительной речи с боем курантов в небо устремились десятки ярких салютов. Новогодние торжества в Крымском районе длились на протяжении всех каникул. И это были не только развлечения, но и познавательные программы. Так, в хуторе Черноморском состоялась музыкально-литературная постановка «Предание о рождественской елке». Сельский социально-культурный центр стал своеобразной интерактивной площадкой по изучению новогодних символов. Новогодний экскурс заполнили танцы и конкурсы. Дружицы, дружицы, как снежинки! Дарья, подробочка, дружицы, на работу! Гостей праздника организаторы порадовали еще и сладкими призами. На смену новогодним празднованиям пришли рождественские гуляния. Городской социально-культурный центр порадовал гостей программы «Рождество – семейный праздник». Его подготовили совместно с Управлением культуры Крымского района. В этот светлый рождественский праздник очень хочется пожелать всем крымчанам любви, семейного счастья и благополучия. Будьте счастливы! Для зрителей выступили образцовый ансамбль народной песни «Зоренька», народная вокальная группа «Надежда» и солистки социально-культурного центра. Юные гости праздника играли и веселились. Здесь весело, красиво, настроение поднимается. Это такой день, который всем дарит подарки, всем радость. Ожидания крымчанки организаторы не обманули. Не только праздничный концерт, но и сладкие подарки вручили всем гостям. Здесь семейный замечательный праздник. Рождество и стол. Крымчане с ограниченными возможностями здоровья также не остались в стороне от рождественских празднований и гуляний. Для них встречу с лесной новогодней красавицей, Дедом Морозом и Снегурочкой организовали сотрудники Молодежно-культурного центра «Русь». Зимой и летом стройная, зеленая была. Настроение бодрое, веселое. Спасибо за то, что все собрались, все решились поздравить нас. Это очень прекрасно, что никто не забывает про такие вот праздники. Всем с Рождеством поздравляю. Всех тебе здоровья. Новогодняя праздничная программа была настолько обширной, что каждый, кто не поленился выйти из дома в дни каникул, так или иначе стал участником гуляний и получил сладкий подарок. Согласно статистике, Новый год – любимый праздник россиян. Ведь именно он для большинства является своеобразной точкой отсчета новой жизни, возможностью оставить все плохое и неприятное в уходящем году и с приподнятым настроением. Верой в лучшее будущее вступить в новый. Новый год, Новый год, по сугробам идем. Песня старых часов он по свету несет. Так солисты социально-культурного центра поздравляли жителей микрорайона «Надежда». Детвора и взрослые подпевали и приплясывали, а после с удовольствием участвовали в конкурсах, которые проводила «Снегурочка». Первый раз прощается, второй раз запрещается, третий раз не пропустят вас. Дед Мороз и «Снегурочка» также побывали в гостях в микрорайоне «Озерки». Там собравшиеся водили хоровод и танцевали под песней ансамбля «Серебряные голоса». С праздником жителей поздравил глава города Александр Семков. Вот и наступает, наверное, зима. Стало холодно, но у всех праздничное новогоднее настроение. Дорогие друзья, разрешите мне от имени главы муниципального образования Крымский район Анатолия Владимировича Разумеева, от всех здесь присутствующих, от артистов, поздравить вас с этим замечательным праздником. И хочется, чтобы новогоднее настроение сохранилось у вас на весь год. Крепкого здоровья, удачи. Новогоднее настроение в эти дни царило и в детском отделении больницы. Молодёжный совет при главе крымского городского поселения совместно с театральной студией «Мандарин» сделали детворе подарок. Это было театрализованное представление. Подарки чудеса я сама вам наколдую. Конечно, наколдовать ёлку под силу бабе-яге. Но справиться с более сложными, а главное, добрыми заклинаниями ей не по плечу. В этом уверены все, кто вышел встречать Деда Мороза и Снегурочку в микрорайоне маршала Жукова. Дедушка Мороза с удовольствием участвовала в конкурсах, а также радовала Деда Мороза своими поэтическими и вокальными талантами. Дедушка Мороза с удовольствием участвовала в микрорайоне маршала Жукова. Эту, а также другие новогодние песни пели ребята и в Молодёжно-культурном центре «Русь» уже после театрализованного представления. Далее гномики, снежинки, зайчики и прочие участники карнавала увлеклись зимними забавами. Мне больше всего понравилось в снежки играть. Мне нравится работать в воде, и снежки играть. В завершении мероприятия мальчишки и девчонки, а также их родители фотографировались с Дедом Морозом, Снегурочкой и не только. Наряду с главными персонажами новогодних праздников популярностью пользовались Астерикса, Беликс и Клеопатра. С Новым Годом! Светлана Захарченко, Анатолий Мажухин, Александр Трембычев, телерадиокомпания «Крымский экран». Патриарх московский Ивсия Руси Кирилл 7 января призвал не драматизировать ситуацию с изменением курса рубля. И добавил, что введенные Западом санкции дают России шанс укрепить экономическое могущество государства. В день самого светлого праздника Рождества Христова патриарх московский Ивсия Руси призвал православных дарить близким добрые дела. Как крымчане встретили праздник радости и доброты в репортаже Юлии Алберова и Ивана Федосеева. Православные христиане отпраздновали светлый день Рождества Христова. Тысячи верующих по всей стране пришли на ночные и утренние праздничные богослужения. В Крымске Свято-Михайло-Архангельский храм также встретил сотни прихожан. Днем 7 января в атмосфере праздника, рядом с торжественным вертепом и украшенной огромной елью, хор совсем юных православных христиан славил Иисуса Христа. Рождество – это таинственный и великий праздник. Верующие вспоминают, что в этот день в мир пришел Спаситель Иисус Христос, показав своим смирением огромный пример терпения и искренней любви. Поздравить прихожан с этим светлым праздником приехал епископ Новороссийский и Геленджикский, преосвященнейший Феогност. Рождество, оно, конечно, особое такое праздник и для детей, и для взрослых, и для всех. Он всем нам призван напомнить о том, что мы созданы Богом и что мы должны идти по пути богоподобления. Как Господь смирился, лег в вертепе на соломке младенчикам, так и мы должны смиряться. Если Бог смирился, то неужели мы не будем смиряться друг перед другом с терпением, с любовью относиться к друг другу. С праздником поздравляем, с Рождеством Христовым всех. В этот день лица верующих прихожан озаряли счастье и улыбка. Они получали поздравления и сами желали добра близким. Всех крыльчан с праздником, светлого Рождества Христова, чтобы мир, радость, добро жили в домах. С Рождеством Христовым всем здоровья, благополучия, удачи, всех благ, всем людям Крымска. Рождественская встреча завершилась приятным сюрпризом для прихожан. Владыка всем присутствующим вручал сладкие подарки. Большие новогодние подарки достались всем прихожанам, кто в этот день пришел в храм на службу. Юлия Алберова, Иван Федосеев, телерадиокомпания «Крымский экран». В Краснодарском крае в ночь с 31 декабря на 1 января произошло 23 техногенных пожара. В происшествиях пострадали 3 человека. Еще 27 спасателям удалось вытащить из огня невредимыми. А вот на дорогах из-за непогоды 6 января сотрудники МЧС развернули пункты обогрева для водителей. Организовали дежурство оперативных групп на федеральных трассах. С наступлением холодов увеличилось количество ДТП. К сожалению, многие аварии происходят по вине водителей, которые не переобули свои автомобили. Тогда как с 1 января зимнюю резину узаконили. Я переобул летнюю резину на зимнюю с ухудшением погодных условий. На зимний период я всегда переобуваю резину. Зимние автомобильные шины в наступившем году стали обязательными. И управлять автомобилем зимой можно только на зимней резине. До соблюдения этого закона с 1 января сотрудники ГИБДД обращают особое внимание. Ведь в первый день 2015 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. И теперь в декабре, январе и феврале резина на колесах автомобилей должна быть зимняя, независимо от погоды. Одновременно вступают изменения, внесенные по остановлению правительства Российской Федерации в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. И обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии с которыми запрещается эксплуатация транспортных средств с зимними шинами. Остаточная глубина протектора которых составляет менее 4 мм. За нарушение требования предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа 500 рублей. Предупреждают полицейские. Госавтоинспекция призывает водителей отнеситесь ко всей серьезности к этим требованиям и не омрачайте себя в новогодние каникулы. Кроме того, госавтоинспекта еще раз акцентирует внимание на то, что безопасность на дорогах зависит не только от четких и своевременных действий соответствующих служб. В случае осложнения дорожной обстановки в еще большей степени она зависит от ответственности водителей и правильных адекватных действий на дороге. За три дня января, то есть с периода с 6 по 8 января, на территории регистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий. В том числе 14 дорожно-транспортных происшествий произошло в городе Крымске. Одним из немаложных факторов явилось наличие сопутствующих дорожных условий, а именно скользкое дорожное покрытие. На сегодняшний день мы находимся на перекрестке улиц Ленина и Западная города Крымска. Если в центральной улице города Крымска у нас произведена хорошая работа, произведена, отмечем. На сегодняшний день скользкости практически нет, то если чуть от центра мы уступим, то у нас абсолютно не проведены работы, никакие нарушения требований ГОСТа по эксплуатации. Пророжая часть имеет налить гололедицу. Пророжая часть не обработана, что приводит к печальным последствиям. Прошу вас быть предельно внимательными в этот период времени. В соответствии с тех регламентом, вступившим в законную силу, в период с декабря по февраль должна быть машина переобута в зимний тип резины, что снизит вероятность возникновения дорожного собрания и сохранит жизнь и вам и вашим близким. К другим темам. Это был незабываемый день. Такой вердикт вынесли дети Республики Крым после теплого приема, который их ждал на нашей кубанской земле. Чем же порадовал и чем удивил гостей Крымск? Об этом в репортаже съемочной группы. Кто-то уверенно рассекает лед, сказывается опыт катания на роликовых коньках, кто-то падает через каждые пару минут. Но у ребят в глазах неописуемый восторг. Этот день, по их признаниям, они забудут не скоро. У меня уйма впечатлений, было весело и развлекательно на катке. Мы приехали, нас встретили гостеприимно так. Существилась моя мечта. Я очень мечтала покататься на коньках. Здесь очень красивый каток, интересно, очень много развлечений, радость, веселье. Можно тут найти множество друзей. Новых друзей ребята нашли не только на катке, но и на новогоднем представлении в социально-культурном центре. Дети Крыма и Крымска вместе участвовали в поисках волшебного мешка с подарками, наблюдали за сказочными персонажами, водили хоровод и зажигали огни на елке. Нам очень приятно за оказанную возможность приехать в город Крымск. Хотел бы выразить сердечную благодарность Разумееву Анатолию Владимировичу за то, что нам такая возможность предоставлена, за теплый прием. С подарками и массой положительных эмоций детвора покидала Крымск. Ребята обещали приехать еще не один раз и настоятельно звали в гости к себе. Спасибо! Теперь призывники с высшим образованием без прохождения военной службы по призыву могут сразу заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, а также выбрать войсковую часть, в которой предстоит проходить военную службу. С такой новости начался Новый год. Юные казеты Крымского района уже начали знакомство с армейской жизнью. Не просто посмотреть со стороны, но и посидеть в кабине настоящего боевого истребителя смогли 64 будущих защитника Отечества. Своими эмоциями они поделились с нашим корреспондентом Светланой Захарченко. Ей слово. Первоклассник Влад одним из первых сел за штурвал вертолета. Сосредоточенно изучал панель управления Ка-27ПС, задавал бортмеханикам вопросы. После констатировал факты. Мой дедушка был летчиком, хочу пойти по его стопам. Последовать примеру боевых предков собирается и Данил. Шестиклассник на отлично сдает нормативы по физической подготовке и с неподдельным интересом изучает боевую технику. Я очень хочу быть летчиком или десантником, чтобы защищать Родину. Юля на экскурсии не отставала от мальчишек. Интерес к службе в вооруженных силах проснулся в ней после того, как она узнала про ночных ведьм. О подвигах 46-го Таманского гвардейского женского авиационного полка шестиклассница может рассказывать бесконечно. Они тоже не побоялись и они полетели на ночь в разведку. Хотя они могли попасть на обстрел, но не побоялись этого. Наставники казачат говорят, такие экскурсии уже стали доброй традицией. Конечно, их проведение стало возможным и благодаря пониманию со стороны командования Крымского авиационного полка. Идут всегда навстречу. Сегодня хотим им за то, что они идут к нам навстречу. Ребята с шестой школы будут ставить концерт. Значение таких экскурсий сложно переоценить. Это легко понять, стоит лишь посмотреть в горящие глаза ребят и услышать от них о том, как в совсем недалеком будущем – в небе над Крымском. Они будут выполнять фигуры высшего пилотажа. Светлана Захарченко, Александр Трембычев, телерадиокомпания «Крымский экран». На полях былых сражений. Последние минуты уходящего года провели поисковики Кубанского плацдарма. Последним найденным бойцом в 2014-м стал стрелок Советской армии. Последняя экспедиция военных археологов в 2014-м прошла в Крымском районе. На высоте 114,1 рядом с посёлком Виноградным поисковики Кубанского плацдарма работают не первый месяц. Прибыли на место и под занавес уходящего 2014-го. У поисковиков со стажем такая традиция. За несколько часов до наступления Нового года они работают на полях былых сражений и закрывают вахту памяти. Во многих регионах в это время уже лежит снег, а погода Кубани ещё позволяет искать неупокоенные души советских солдат. Наверное, это последний солдат, который поднят в сезоне 2014-го года на территории России, поскольку уже в связи с климатическими условиями на большей части территории нашей страны поисковые работы завершены, уже подведены итоги, и можно сказать, что, наверное, это вообще последняя экспедиция в Российской Федерации в 2014-м году. Уже стало традиционным, что именно здесь, на территории Крымского района, ежегодно начинаются поисковые работы, если, так можно сказать, открывается вахта памяти, которая на территории большей части страны открывается только в мае. У нас она открывается, как правило, 3 января, благодаря тому, что погодные условия позволяют проводить поисковые работы круглогодично. В этот последний день 2014-го года поисковики Кубанского плацдарма обнаружили останки немецкого солдата и бойца советской армии с многочисленными осколочными ранениями. Судя по тому, что в карманах у него лежат патроны от ППШ, это был, скорее всего, автоматчик. В районе нагрудного кармана были фрагменты красноармейской книжки, но бумага была очень ветхая, поэтому прочесть ничего не удалось. Причина гибели – множественные осколочные ранения. Имя этого бойца, увы, так никто и не узнает. Одно понятно, что на счету этого советского автоматчика не один десяток, а может и сотен разбитых врагов. И, конечно же, он был героем. Марина Андрес, Анатолий Мажухин, телерадиокомпания «Крымский экран». О прекрасном, добром и вечном в эти дни говорят в музыкальной гостиной. Поэты и музыканты, композиторы. Словом, все творческие люди в праздничные дни собрались в библиотеки. Проводились там мероприятия и для детей. Подробности в следующем материале выпуска. В программе «Вечера» волшебная музыка и душевные песни. Обсуждался астрологический прогноз для страны. Были и адресные предсказания. Для вас такой прогноз. Вы держите выше ног. Конечно, не обошлось и без литературной викторины. Ее участники угадывали имена классиков, авторов тех или иных строк, главным героем которых стал символ наступившего 2015 года. Одна в глуши лесов сосновых, старушка дряхлая жила, и другом дней своих суровых имела серого козла. Непринужденная теплая атмосфера располагала к откровенному разговору. Гости мероприятия делились своими радостями и желали всем только самого наилучшего в Новом году. Мира над нашими головами и больших чувств молодым, а нам пожилым, чтобы нас любили наши близкие. Солнце яркого, здоровья крепкого, улыбки самые счастливые. В дни новогодних каникул в библиотеку заглядывали и дети. Причем не только за книгами, но и для того, чтобы поучаствовать в различных мероприятиях. В белом пальце кружатся снежные крошки, им совсем не страшен мороз. Самая прекрасная ночь до окошка, в эту ночь родился Христок. В каком городе родился Иисус? Кому первому возвестили о его рождении? Как называется ночь накануне Рождества Христова? На эти и другие вопросы детвора отвечала быстро и без ошибок. Также мальчишки и девчонки посмотрели фильм об этом светлом празднике. Спортсмены праздник отметили по-своему. Так, рождественская встреча прошла на ледовом катке. С именитыми хоккейстами познакомилась Юлия Алберова. Рождество на хоккейном поле отпраздновали игроки четырех сборных команд. На домашнем ледовом катке традиционно принимал гостей крымский изумруд. Команды из Анапы, Новороссийской и Станицы Петровской, Славинского района сражались за призовые места. Приветствовал хоккеистов глава Крымского района Анатолий Разумеев. Приподнятое настроение в преддверии самого светлого праздника по зимнему теплая и снежная погода располагали к многочасовым ледовым баталиям. Это отметили и игроки, и гости соревнований. Я вчера завел будильник в 6 утра, чтобы сегодня не опоздать на хоккей, потому что я очень ждал этого дня и хотел очень посмотреть, кто выиграет. В первом матче крымская команда изумруд встретилась с петровскими охотниками. По результатам игр лидировали крымчане. Напряженная игра, но благодаря Разумееву, который забил две шайбы, молодец, хорошо играет наш глава. Те спортивные баталии, которые мы видим, вселяют в нас уверенность, что каток крайне необходим для наших жителей. И масса болельщиков, которые пришли поболеть за нашу команду изумруд, все мы ей желаем настоящей победы. В следующих матчах анапчане встретились с новороссийским штормом. Сопротивление команд и спортивный азарт все больше приковывали внимание зрителей и болельщиков к рождественским баталиям. Об игроках разжигали огонь и стремление к победе. Сергей Томов – уроженец карагандинского хоккея. Своими победами прославился в советские годы. Он входил в состав команды «Автомобилист», а ныне выступает за анапчан. На крымском ледовом поле известный хоккеист играет впервые. Я попал в детство, я вырос на открытом льду и попал сюда просто-напросто 40 лет назад. Попал в детство, получаю неписуемое удовольствие. Спасибо организаторам, все отлично. Еще один не менее именитый хоккеист из анапской команды – Михаил Чернов. В прошлом игрок континентальной хоккейной лиги и дважды чемпион страны. Назвал крымское ледовое поле под открытым небом диковинкой. Коробка, ворота, лед, лед довольно-таки хороший для такого температурного режима. Все хорошо. Такие турниры нужно как бы почаще проводить, чтобы популяризация хоккея была. Не только как бы там в Сибири, Дальнем Востоке, там на Урале, но и в южной регионе. Здесь хоккей любят, интересуются. И ведь действительно среди подрастающей южной молодежи этот зимний вид спорта становится все более популярным. Крымская детвора на протяжении всего года ждет каток и мечтает научиться держаться на льду не хуже легендарных спортсменов. Когда этот каток еще строили, я каждый день сюда ходил, смотрел, когда его побыстрее построят, чтобы покататься. Рузаки у меня всегда с собой коньки, чтобы в любое время я мог покататься на хоккейном поле. Я, наверное, учусь у этих хоккеистов опыту, чтобы в дальнейшем стать таким же хоккеистом. Первые пары игр определили команды, кто будет соревноваться за первое и третье места. В результате напряженного матча между Петровскими охотниками и Новороссийским штормом победила команда города-героя. За первое место в трех матчах достойно сражались Крымский Зумруд и сборная Анапы. Игра между сильными соперниками закончилась со счетом 12-20. Призерам вручили кубки и грамоты. Традиционно церемонию награждения начали с бронзовых призеров. Поздравляем! Второе место занимает наша родная! Крымское ледовое поле набирает все большую популярность и среди любителей хоккея, и среди поклонников. фигурного катания, где любой желающий может освоить самые сложные композиции. И пока южная погода этому способствует, стоит не откладывая на потом, одеться потеплее, собрать веселую компанию и отправиться туда, где царит атмосфера радости и веселья, навстречу самому зимнему виду спорта. Юлия Алберова, Иван Федосиев, телерадиокомпания «Крымский экран». Такими насыщенными были первые дни 2015 года. Вместе с вами, уважаемые телезрители, мы поздравляли новоселов, встречали Новый год и Рождество, закрывали вахту памяти 2014 на полях былых сражений, болели за крымскую хоккейную команду. Впереди еще немало событий и новых информационных поводов для наших встреч. На этом я прощаюсь. С вами была Наталья Харламова. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин